Предприятие уже 10 лет занимается производством емкостного, теплообменного и колонного оборудования. Завод выполняет заказы клиентов буквально со всей страны. Это крупнейшая компания пищевой, химической и нефтегазовой промышленности. Продукция завода – это накопители, реакторы, сепараторы, сборники и различные резервуары. Завод активно сотрудничает с тамбовскими коллегами, занимающимися металлообработкой. Сейчас на заводе трудятся над крупным заказом для химической промышленности страны. Вот эти две бочки общим объемом 200 кубов уже в ближайшие дни отправятся к клиенту. После монтажа в них будет храниться формалин. Кстати, изготовили эти бочки тамбовские специалисты меньше, чем за месяц. Сейчас на предприятии трудятся 40 человек. Иван впервые занялся плазменной резкой в 2019 году. Всему научили на предприятии. Сейчас на столе металлический лист толщиной 55 мм. Станок справляется и с большими нагрузками, рассекая сталь как раскрощик полотно ткани. Ивану приходилось работать с заготовками толщиной в 100 мм. Рост чувства. У меня как минимум в два раза увеличился станок. И размером, и мощностью. И производство наше растет. Заказы у нас постоянные. То есть мы одно сделали, отправили уже. Лежит материал на следующее изделие. Все нам дают и в электронном, и в бумажном виде чертежи. И продолжаем работать дальше, без остановок. В структуре предприятия работает собственная тестованная лаборатория. Проверяют здесь и работу сварщиков, и качество стали. Данный прибор предназначен для контроля, используя при входном контроле партию металла. Он определяет химический состав материала. Производство несколько лет назад активно работало на экспорт, но из-за санкции география поставок ограничилась Россией. Однако это не помешало предприятию увеличить объемы. Заказами на этот год завод обеспечен. 2022 год был достаточно плодотворный. По сравнению с 2021 годом объемы увеличились почти в два раза. В данный момент закупили очень много импортного оборудования. Поставки реверсные, потихонечку оборудование приходит. Но я думаю, что до конца лета мы закомплектуемся с тем оборудованием, которое заказали. Завод инвестировал в модернизацию производства около 50 миллионов рублей и планирует реализацию нового проекта. Воплотить планы в жизнь помогут государственные и региональные меры поддержки. Предприятие процветает, развивается, наращивает мощности. Сегодня приехали и обсуждали займ в фонде развития промышленности. Займ будет в районе 10 миллионов на закупку нового оборудования. К делегации проекта «Промышленный маршрут» в этот раз присоединилась очень необычная девушка. Полина, девятиклассница из Тамбова. После посещения одного из заводов области в составе школьной экскурсионной группы, она всерьез заинтересовалась проблемами промышленности. И своими мыслями поделилась с главой региона и даже написала президенту России. Меня заинтересовала эта тема, и я решила ей заняться полностью. И сейчас я здесь, чтобы посетить еще несколько заводов, выявить проблему, поговорить с рабочими и представить это уже в качестве проекта. Девушка мечтает, чтобы как можно больше ее сверстников увидели работу Тамбовских предприятий и связали свою карьеру с одним из них. Павел Юрасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.